С вами Ахмала Коннект. Нам интересно, как соцсети меняют нашу жизнь. Что такое Черная Пятница в Казахстане? Черная Пятница в Казахстане это миф. Вот с этого момента попаду. Все очень просто и незатейливо. Буквально недавно я на одном из интернет-магазинов покопался и нашел в себе довольно бюджетные наушники в Xiaomi. Они стоили около 8000 тенге. Однако, как только громогласно объявили, что наступает Пятница, эти наушники стали дороже. Буквально на 1500 тенге. И это касается практически всех товаров. В то время как на другом конце океана предоставляют бешеные скидки и люди рвут буквально друг друга за товар, у нас переполнен Каз и магазин. А цены выше, чем обычно. Вот такая вот у нас в стране скидочка. Хотя есть в этом небольшой плюс. У нас товары предоставляются в рассрочку на 24 месяца. Замечательно, поразительно, гениально. Еще одна тема, на которую мы обратили внимание на этой неделе, это оплата за мобильную связь и интернет по так называемым тарифам. Нам прислали скрин о том, как списывается оплата за пользование мобильной связью. И тут невыраженным взглядом видно, что она происходит не день в день, а чуточку раньше. Так за год набегает целый месяц. Мы получили кучу комментариев по этому поводу. Это получается, что нас обманывают, приписывая еще один месяц. То есть мы оплачиваем с вами 13 месяц в году. А какого хрена? Нет, я слышал про 13-ю зарплату. Я слышал про какие-то бонусы в конце месяца. Но вот такой вот бонус от наших сотовых операторов. И как нас заверили, этим грешат практически все сотовые операторы. Мы надеемся, что кто-нибудь из представителей сотовых операторов откликнется на наши вопросы и на вопросы наших подписчиков и пояснит ситуацию по данному вопросу. Ждем. Холодно! Всем привет! Мы начинаем! На прошлом обзоре мы говорили про этих столичных ребят. Наш, наш. Астана, наш. Они сейчас в СИЗО, но их видео набирает обороты. Стройка, пиздкэ! Алло, мах, мах! Хор Чевченко наш. Труба тоже наш. Это все машина, УАЗик там. Панипулятор, БР, наш. Наш, наш. У нас в Кокшетау тоже сняли такой флешмоб. Тамах пиздкэ! Тамах наш, наш! Всех накормлю нам! Но его никто не понял. И понеслось в комментариях. Животное. Я думал, у нас таких мало. Есть, оказывается, дауны. Алексеевка. Придурок. Больной, что ли? Друзья, зачем вы так жестко? Человек просто хотел записать прикол. И есть совет автору. Прежде чем записывать прикол, запускайте оригинал в начале. Рубрика «Ватсап-рассылка». Всем на «Ватсап» пришла, ну, очень нехорошая новость о штормовом предупреждении. Но кое-кто увидел в этом положительный момент. Итак, штормовое предупреждение. 20 ноября говорят, что в Акмолинской области будет холодно, и районам обязуют провести отмену занятий для учащихся, и руководителям частных и государственных организаций снизить рабочий день на два часа. Но это оказался фейк! Следующее видео само по себе смешное и абсурдное. Просто смотрим все. Двое нигерийцев собираются подать в суд на полицейских Караганды за то, что похудели в тюрьме. А иностранцев приговорили к пяти годам колонии, но апелляционная коллегия нашла в расследовании недочеты. Уголовное дело выстроили, опираясь лишь на слова потерпевшего, тогда как оправдание подозреваемых переводили с помощью гугл-переводчика. При пересмотре дела пригласили человека, знающего язык, и нигерийцы смогли доказать свою невиновность. Мы ничего не могли объяснить, нас никто не понимал, ни в полиции, ни в суде. У меня и моего друга появились проблемы с сердцем и нервной системой. Нам, наконец, повезло с защитником, но мы требуем взыскать с полицейских, которые вели расследование, 50 тысяч долларов США за все, что нам пришлось пережить. Ну что сказать? Учите казахский язык. За два года по-любому научитесь. А напоследок всем тем, кто хочет научиться элегантно пить вино... Всем тепла, одевайтесь теплее. До скорых встреч, пока! Недавно Акима Тахмалинской области провел встречу с населением в открытом формате. Так называемый единый день приема граждан. Давайте посмотрим, как все это происходило и что об этом думают наши земляки. Здравствуйте, уважаемые подписчики, как считал Тудей. За моей спиной проходит встреча Акима области Ермека Маржакпаева с населением. Давайте поинтересуемся у вас же, как проходит данное мероприятие. Скажите, пожалуйста, удалось ли вам попасть на встречу и если удалось, то к кому? Удалось, хоть и долго ждала. У областного Акима была на приеме, выслушали. Я думаю, вопрос решится в лучшую сторону. Надеюсь. Если не секрет, какой был у вас вопрос? Ну, вопрос личного характера по поводу сноса и вопрос по поводу проезжей части, по которой мы передвигаемся. Как вы думаете, городу нужны подобные мероприятия? Очень даже нужны. Я прям сегодня воодушевилась, что меня выслушали, наконец-то приняли и выхожу в таком прекрасном настроении даже. Замечательно. Продолжайте в том же духе. Хорошего дня. До свидания. Удалось попасть к ряду его заместителей, в частности к ДВД области, к начальнику ГАСКО. Вопросы свои. Мы инициативная группа, дольщики АТАО Девеломпит, АТАО Сити, скандальная компания, которая у нас по городу. Наверное, все знают. Все решается уже пятый-четвертый год. Ходим по кругу, туда-сюда, вверх-вниз. Будем надеяться на лучшее. Да, безусловно, нужны. Но единственный минус, как бы чуть-чуть более поорганизованнее, чуть пораньше сообщать, проводить. Потому что, сами видите, чуть-чуть столпотворение. Ну, спасибо и на этом. А можно пару вопросиков пойти? Ой, нет, там не звучит. Мы записывались, к каким городу, да? Напрямую попали. Какой вопрос вас волновал? Ну, в принципе, жилищный вопрос был у нас. Конечно, нужны. Я считаю, что нужны. А почему? Ну, как, во-первых, когда лицо в лицо разговариваешь с тем же руководителем, мне кажется, это уже какую-то надежду усиляет, может быть, для... Что-то вроде человеку сказал. А так, допустим, заявление написали, вон, пока в приемной, пока туда-сюда. Ну, вот, бюрократия пока дойдет. А Аким понравился мне. Я попала на прием к Акиму города. И он назначил личную встречу. Я очень рада, наверное, будет положительный результат. Меня волнует личный вопрос. Надеюсь, будет положительный результат, раз он меня пригласил на личную встречу. Это нужно делать еженедельно или ежемесячно. Потому что, вот, сами видите, какой поток людей идет. Поэтому это нужная вещь. Сейчас, подождите, можно я ваш записываю? Вы же телефон чуть не вставили. А хорошо, хорошо. Попали. А к кому попали? С Маилову. Удалось решить ваш вопрос? Да, удалось. Надо, конечно. Нерешенные вопросы решаются. Удалось ли вам попасть на прием лично к Акиму? Ну, удалось. Какие? Лично с ним разговаривала. Я разговаривала. Мы четыре мамы приходили на расширение в центр АЛО. Детский дом и инвалидов есть. Получилось решить вопрос? Получилось. Ну, в общем, они там будут разбираться. Еще как? Не раз в месяц, а раз в две недели. Вот. А почему? Ну, потому что очередь большая. Субтитры сделал DimaTorzok